В мире число ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса бьет рекорды. Как развивается эпидемия, попробуем поговорить в сегодняшнем выпуске. Как утверждают ученые, основная проблема заключается в том, что человечество – это болезнь, болезнь, которая захватила и покорила всю нашу планету. Таким образом, природа, управляемая создателем, создает все новые и новые механизмы для уничтожения человечества. Все новые и новые механизмы запускаются для того, чтобы очистить Землю от человечества. Однако наиболее консервативным, но в то же время наиболее эффективным является старый добрый рак. И сегодня в нашем выпуске поговорим именно об этом. SCP-135 – универсальный канцероген. Универсальный канцероген. Объект номер SCP-135. Класс объекта – Евклид. Особые условия содержания. SCP-135 должен содержаться в секционированной плестигласовой комнате со сторонами не менее 7 метров. Все секции должны быть полностью изолированы друг от друга, чтобы избежать перекрестного заражения. Сам SCP-135 должен находиться в центральной секции площадью от 1 до 1,5 квадратных метров. По периметру центральной секции должны располагаться стоки шириной в 5 сантиметров, ведущие в резервуар, содержимое которого сжигается в конце каждой недели. Остальное пространство в камере должно быть использовано для размещения пяти цистерн для сбора химикатов по одной цистерне на секцию. Один проход должен вести из секции SCP-135 за пределы камеры. Персонал не допускается в пределы радиуса воздействия SCP-135. Вся эксплуатация, взятие образцов и тому подобное должны осуществляться дистанционно управляемыми роботами. Персонал, нарушивший эти правила, дисциплинарным взысканиям не подвергается, поскольку прямые последствия воздействия SCP-135 сочтены достаточной мерой наказания. Обслуживание и чистку роботов производят сотрудники с первым уровнем допуска. Один раз в неделю секция SCP-135 должна проливаться раствором U-82B до тех пор, пока не станет видным внешнее покрытие объекта. В аварийных ситуациях для быстрого уменьшения массы могут быть использованы огнеметы. Из-за возможного катастрофического эффекта при перекрестном заражении, SCP-135 ни при каких обстоятельствах не должен содержаться в том же комплексе, что и SCP-329 или SCP-427. Описание. SCP-135. Девочка. Лет. Провоцирующая быстрый неконтролируемый рост клеток в радиусе 2,5 метров от себя. Объект остается неподвижным в позе эмбриона. Движений объекта не зарегистрировано. SCP-135 оказывает канцерогенный эффект на животные ткани и порождает злокачественные опухоли на тканях растений и грибов в 100% зарегистрированных случаев. Тяжесть и сила нарушения морфологической организации экспотенциально увеличиваются по мере приближения к SCP-135. На расстоянии 1,1 метра клетки вообще не умирают. Даже по естественным причинам. Погребая SCP-135 под непрерывно растущей массой тканей растений и грибов, а также микроорганизмов. Это состояние бессмертия распространяется и на клетки SCP-135. Вместо эпидермиса SCP-135 покрыта коркой смешанных тканей растений и грибов, вросшей в кожу объекта, в которой встречаются опухоли и фрагменты оголенной дермы. В легких диафрагме и кишечнике SCP-135 имеются разрывы, опухоли распространяются в грудную и брюшную полости. Для откачки избыточной биоматерии используются широкие пластиковые трубы. Фонд завладел SCP-135 после того, как объект и окружающий его шар из наросшей массы скатился с утеса в горах, раздавив при этом пешего туриста. Гражданские и официальные лица, вовлеченные в инцидент, были обработаны амнезиаком класса B, а официальной причиной инцидента была объявлена пара горных козлов, сорвавшихся с утеса при выяснении отношений. В ходе последующего обследования наросшей массы были обнаружены фрагменты скелета взрослой женщины на процентов, покрытые остеосаркомой. SCP-135 была обнаружена в пространстве между грудной клеткой и тазом скелета. На то время ее возраст составлял лет. Из костного мозга таза был восстановлен жизнеспособный образец ДНК. Тестирование с достоверностью процентов показало, что скелет принадлежит биологической матери SCP-135. У всех сотрудников, занимавшихся поиском и первоначальными тестированиями SCP-135, позже были диагностированы различные формы рака. Из пострадавших только живы на момент написания данного текста. Попытки уничтожить SCP-135 продолжительным огнем из огнестрельного оружия, огнеметами, едкими веществами, вакуумом и сверхвысоким давлением потерпели неудачу. Дальнейшие попытки уничтожения запрещены приказом О-5 по причине перспективы использования SCP-135 для культивирования полезных бактерий. Актуальная информация о содержимом цистерн для сбора приведена в документе 135-А. Электроэнцефалограмма подтверждает полноценную мозговую активность. На данный момент все попытки взаимодействия с SCP-135 запрещены. Вы прослушали передачу об SCP-135, универсальном канцерогене. Желаем вам здоровья! С вами был Канатос. Субтитры создавал DimaTorzok